С 21 по 22 декабря Омский областной подром принимал стартовый этап Кубка Урала и Сибири по зимним трековым гонкам. В первый день прошли предварительные заезды, а в воскресенье на трассу вышли главные претенденты на победу – профессионалы на переднеприводных автомобилях. Столбик термометра в день финальных заездов остановился около отметки в минус 25 градусов, что, конечно, отразилось и на количестве зрителей, которых на ипподроме присутствовало гораздо меньше, чем могло было быть, и сыграло свою роль в ходе соревнований. Как бы тщательно техники не готовили автомобили перед выходом на старт, редкий заезд обходился без схода одного из гонщиков с дистанцией. Для автомобильного спорта это не экстремальные условия. Проводим в любую погоду, поэтому нам, как говорится, не мороз, ничего нам не испортят автокросс, не автогонки. Поэтому очень приятно, что приехало огромное количество ребят из Алтая, с Новосибирска, с Кургана, с Казахстана. Поэтому проводим это начало нового сезона нашего, 13-го года, 14-го года. В календаре Кубка Урала и Сибири по зимним трековым гонкам в этом сезоне в общей сложности семь этапов. Шесть из них пройдут на территории России, и еще одна состоится в Казахстане. Наш город, кстати, фигурирует в расписании этапов дважды. Планируется у нас еще один этап, который состоится в феврале месяце. Это гонка наша на призы нашего земляка-героя Карбышева. Будем надеяться, что на следующей гонке еще больше народу приедет, и мы покажем свое мастерство, потому что на автомобильный спорт и позрелись, и по экстремальным видам, конечно, он лидирует. Первый этап Кубка Урала и Сибири оказался довольно удачным для омских спортсменов. Опытные мастера Игорь Усов и Андрей Гирш в итоговой классификации сумели занять призовые места. Всего же в первой десятке зачетного рейтинга оказались сразу шестеро мячей. Редактор субтитров А.Семкин